Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня с вами рассмотрим, почему Матфей, 4 глава, с 3 по 10 стих, и Лука, 4 глава, с 3 по 12 стих, по-разному описывают искушение Христа в пустыне. Теперь давайте посмотрим, как искушение Христа описывается у Матфея. 4 глава, 3 по 10 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот здесь первое искушение, оно совпадает, то, как Матфей излагает, и так же, как это излагается и у Луки. Дальше порядок у Матфея один, у Луки другой. Потом берет его дьявол, читаем Матфея, в святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. А вот эти искушения, второе и третье, у Луки описываются иначе. Третье становится вторым, а второе третьим. Давайте посмотрим, как этот отрывок звучит у евангелиста Луки. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Далее. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Ну, здесь, кроме обозначенного вопроса, попутно возникают два вопроса. Мы уже с вами беседовали о том, что в пустыню Господа побуждает идти Дух Святой. А здесь говорится, что дьявол поставил его и так далее. Да, когда сын Божий по внушению Духа Святаго пришел в пустыню, здесь он должен пережить все эти искушения от дьявола, и как бы на какое-то время, видимо, оказывается под его властью, в том смысле, что он берет, поставляет его на одно место, потом на другое. Но это только видимо. И важный момент, в окончании этого отрывка мы прочитали, дьявол отошел до него до времени. О чем это до времени? Дьявол никогда не оставляет нас совершенно. Он действительно до времени отходит от нас. И при каждом удобном случае, а какой удобный случай для дьявола, мы оказываемся слишком праздными, мы в состоянии опьянения или какая-то чрезмерная веселость, вот здесь он обязательно вернется и начнет нас искушать. Но вернемся к нашему вопросу. Почему здесь нету совпадения? Давайте посмотрим, что пишет Блаженный Августин, это его прекрасная книга. Я пользуюсь ею при составлении этих бесед. Называется «О согласии евангелистов». Что здесь пишет Августин? Все это подобным же образом повествует и Лука, хотя не в том порядке. Поэтому неизвестно, что было прежде. Показаны ли были ему сначала царства земные, а потом он был вознесен на крыло храма, или же это прежде, а то после. Однако пока очевидно, что все это было, не возникает вопроса по существу. А то, что Лука иными словами выражает те же самые мысли, не всегда на это следует обращать внимание, коль скоро истине не наносится никакого ущерба. А Марк свидетельствует, что он был, Христос, искушаем от дьявола сорок дней и сорок ночей. Но он умолчал, что было сказано ему, и что он отвечал. С другой стороны, он не умолчал о том, что ангелы служили ему, о чем ничего не сказал Лука. А Иоанн пропустил все это место. Конец цитаты. Таким образом, Блаженный Августин обращает наше внимание на суть повествования, а не на порядок изложения. Также в этой книге о согласии евангелистов он пишет. Итак, когда мы говорим о сходстве между евангелистами, то самое важное – это понимать, что нет лжи в том случае, когда кто-нибудь, передавая несколько иными словами то, что говорил тот, о котором он повествует, тем не менее выражает то желание, которое хотел выразить и тот, чьи слова он приводит. Действительно, таким образом, мы спасительно учимся тому, что искать нужно только тот смысл, который хотел передать говоривший. Конец цитаты. Тем более, что когда мы сравниваем Матфея и Луко, Матфей описывает проповедь Христа на горе, а Лука, подобную проповедь, на равнине. Таким образом, обстоятельства могли менять очередность предлагаемого материала. Итак, мы рассмотрели этот вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok